добрый день дорогие мои ребята я вообще на самом деле решил отказаться от слова подписчики потому что она не очень хорошо отображает суть моей деятельности то есть подписчик это больше применимо к блогеру то есть который создает какой-то контент и то есть как бы люди этот контент смотрят получает удовольствие и первонаперво как бы задача именно предоставить людям какое-то видео чтобы не посмотрели получали не знаю какую-то пользу от этого да будь то она эмоциональная информационная или что-то еще вот я же прежде всего своим контентом призываю наверное людей как бы общаться обсуждать аргументировать и я большую часть времени до провожу в общении со своими подписчиками в телеграме в чате то есть подкасты это лишь одна из скажем так точек соприкосновения и то при этом даже не самая основная поэтому подписчиками называть я людей с которые смотрите эти видео не хочу к тому же недалеко не все они подписаны в принципе на канал и это вообще не обязательная вещь поэтому буду называть вас просто ребята здравствуйте ребят короче далее что хотел бы отметить нужно четко понимать что я подкасты как правило записываю в первой половине дня и зачастую это очень раннее утро то есть я встал в 7 утра туда-сюда раскидался чего-нибудь там часов 8-9 сел не всегда могу стройно выразить свою мысль не всегда могу подобрать правильные слова и поэтому упускаю некоторые важные детали моменты то есть они не столь важны для меня и для тех людей которые активно обсуждают со мной например разные матчапы потому что некоторые вещи мы считаем условно очевидными то есть у этого бойца по дефолту хреновая кардио этот например там базовый не знаю борец этот какие то есть какие то вещи они являются аксиомами да да и дополнительного обсуждения какого-то напоминания не требует но рядовой зритель особенно который первый раз попал на подкаст он эти вещи упускает и ему кажется что по ошибке они не были сказаны или по злому умыслу и так далее банально то есть да некоторые вещи про какого-нибудь бойца например рубль то вы таки я неоднократно повторял в прошлых подкастах не первый же раз его поединок до возревается в таком виде и просто уже реально начинаю их специально не упоминать потому что это 250 раз проговаривалась короче как мне кажется переслушав подкаст на предстоящий турнир вот именно на main event некоторые вещи остались не до конца раскрытыми вот я попытаюсь сейчас добавить некоторые мысли к подкасту чтобы было более чтобы я был более понятен зрителю и при этом отвечу на те вопросы которые были оставлены под этим видосом то есть суммарно здесь набралось 29 комментариев некоторые из них они конечно же про то что хотели бы увидеть подписчики еще дополнительно помимо main event а в окончательном разборе в после процедуры официального взвешивания но и были некоторые вопросы уточнения либо несогласия давайте я просто по ним пройдусь и возможно да вы что-то новое для себя услышите вот такое длительное достаточно вступление так у ганда наклс написал заробан и чую пиздюлин получит что касаемо такого комментария абсолютно нормально вот лично я сам скажем так больше расположен к роберту уитокеру потому что это скромный человек у которого достаточно длительная карьера даже в рамках ufc он выходить из стафа бился изначально полусредней весовой категории причем дела у него шли там не очень хорошо после череды поражений причем досрочных он решил подняться весовой категории и тогда очень многие скептически к этому отнеслись в том числе я типа чувак тебе и тут то голову пробивали а ты поднимаешься на категории выше там тебе вообще убьют что ты делаешь тем не менее он смог именно в этом весе раскрыться возможно действительно сгонка для него была слишком жесткой но это чисто индивидуальный вопрос потому что он далеко не самый крупный знаете ли полусредний вес есть там ребята и побольше но знаете ли как бы это пошло ему на пользу то есть он набрал очень внушительную серию побед возможно да именно расклад сил дивизионе этот момент тоже подыграл в этом моменте но все-таки смог стать чемпионом вот и был и до тех пор пока не пришел из рельда сани то есть многодетный отец любитель поиграть компьютерные игры без трештока уважительный то есть как бы не производит мнение впечатление имбецила какого-то да конечно за него притопить хочется больше он по духу мне ближе потому что я сейчас стал постарше мне там самому условно 32 уже да то есть и хоть и одессане тоже примерно того же самого возраста и мы тоже 32 года но само его поведение но мягко говоря такое себе да и вообще как бы ну есть некоторые мысли по поводу его вообще в целом жизни там том числе по поводу его ориентации и так далее хоть я как бы к этому отношусь достаточно как бы ровно но всякое бывает как говорится то есть еще раз говорю по духу мне роберт вы такер ближе но тем не менее я тут согласен что скорее всего пизделье он получит и это объяснил прошлом подкасте то есть хорошо что люди есть которые не топят не путают топ куда там и ставки это абсолютно разные вещи рома юркин пишет как бы мне не нравился роб не решит он проблем в борьбе точнее очень сомнительно в это верится поедина пройдет стойки где изи будет на чуток на лучше решением судей чем останется скорее всего 60 на 30 но попадание в стойке на попадание стойке от роберта ну короче ясно роберт вы такер именно в последних своих противостояния как это было например поединки с тилом как это было в поединке с канониром как это было в поединке с гэстиумом более предыдущие бои скажем так испоминать не буду потому что все равно боец растет развивается меняется деградирует. То есть, как бы, да, слишком далеко уплывать его карьеру не стоит. Он уже не тот человек, банально. Мы сегодня, не те, кто мы были вчера, уж тем более не те, кто мы были там 2, 3, 4, 5 лет назад. Так вот, если вы посмотрите его поединок, например, против Канонира, то в каком-то опасном моменте, когда, например, его в третьем раунде джебом потряс Канонир, Роберт Фитекер начал спасаться именно в попытке перевода и в контроле у сетки. Например, в бою с Хэлорином Гастеломом, пользуясь преимуществом в габаритах, он его, во-первых, в самом начале начал переводить. Это еще в первом раунде у него получилось. Потом по ходу боя и впоследствии, в поздних раундах, я скажу, почему, он тоже начинал его, соответственно, переводить, контролировать и так далее. Причем тогда у него начиналось, ну, чем больше бой затягивался, тем, скажем так, хуже у него это получалось. Но, тем не менее, получалось. Это позволяло избегать опасных каких-то обострений, разменов и, скажем так, позволяло добавить дополнительные аргумент в сторону его победы. То есть, когда идет более или менее равный перетек в стойке, например, да, и судьи не могут за счет попадания ударов и урона вычислить, кто же все-таки был успешней, дополнительный какой-то тэгдаун микроконтроль позволяет перевесить судейское решение именно в сторону бойца. Даже если сам этот тэг и контроль особо сильный вклад не внесли. Все равно это дополнительный, как бы, аргумент, дополнительный аспект, дополнительное действие, которое отличается от всего остального, что происходило по ходу раунда. По поводу того, что хотели бы увидеть ребята разбор поединка Канони и Брансона, я вот на самом деле читаю комментарии в Телеграме, в Ютюбе, ВКонтакте и в личку, соответственно, мне пишут. Я вижу, что да, вот именно Канониру и Брансону достаточно большой интерес. Ну и вообще в целом у сплита достаточно теплое отношение к Брансону, потому что в последних своих боях он неоднократно приносил прибыль, и это было в поединке там с Шахбазяном, и это было в последующих противостояниях и с Холландом, то есть такой достаточно читаемый, но в то же самое время в некоторых моментах очень выгодный поставкам боец. Поэтому, конечно, за него притопка такая идет, плюс он в этом поединке в статусе андердога, как бы, и нет-нет, у ребят как бы есть желание на него поставить, уж тем более послушать про него вопрос. Я постараюсь, ну разбор, я постараюсь, скажем так, удовлетворить ваши пожелания, но будем наблюдать уже, что-то она покажет вешалка. Винатова Бакиров написал, по факту Риле лучше подождать, пока грузят ТБ, потом с хорошим кэфом взять ТМ. Да, то есть, опять-таки, я подтверждаю это, то есть, действительно, если вы хотите взять ТМ, то лучше подождать процедуру официального взвешивания, то есть, опять-таки, вы дополнительно убедитесь, кто в какой форме находится, и плюс ближе к бою, скорее всего, ТВ-шку будет прогружать, по крайней мере, тенденция на Западе говорит об этом. Я просто видел вчера скрин, например, один из подписчиков кидал, уже запулил на ТМ-ку, я как бы ему отметил, что слегка рановато, но он сказал, да и хрен с ним, будет типа выше двушки, доберем, если что. Ну, как говорится, хозяин-барин, каждый там по кайфу делает, что ему надо. И вот Олег, Олег пишет, да просто Адесанию забрать за 1,35 двойным объемом. Ну, видимо, у человека есть определенная сумма, там да, деляет на ту или иную ставку, и в данном случае ему кажется, что такой уверенный фаворит, что можно просто вдвойне запулить и как бы особо не париться. И далее он поясняет, в данном случае у Итекера он реально крутой, миловероятно в силу стиля Адесании. В данном случае победа у Итекера, а он реально крутой, миловероятно в силу стиля Адесании. Адесанию не нокаутировать, у Такера не забрать его уж точно. Шансов вообще нет, Адесании его перебьет или опять подбородок выловит. В чем минус этой ставки? То есть я много раз объяснял, что желательно при матчах забирать ту ставку, которая по тем или иным причинам с большой долей вероятности по ходу поединка по коэффициенту расти не будет. То есть чем привлекателен, например, полный бой, тем то, что с каждой секунды прошедшего поединка коэффициент на полный бой он будет лишь только падать. И в лайве, соответственно, ты уже с большей выгодой, чем при матче, забрать не сможешь. В то же самое время неполный бой, даже по хорошему коэффициенту, зачастую не выгоден, потому что стилистически становится понятно, что поединок быстро не закончится. Закончится, скорее всего, во втором, в третьем раунде или если это 5 раундовый бой, то где-нибудь там на фоне просадки по кардио новость бойцов. И то есть, грубо говоря, ты, забрав, например, неполный бой за двушку, коэффициент 2, прошел первый раунд, ты смотришь, коэффициент на неполный бой 2,3 и прошел второй раунд, коэффициент на неполный бой 2,7, прошел третий раунд, коэффициент на неполный бой там 3,5 условно, да, и тут они в четвертом ушатываются. И ты такой, типа, блядь, я же мог в лайве забрать там, за пятерку, допустим, да, а зачем я в лайве, типа, забирал за 1,8? И вот здесь, даже если посмотреть первый поединок Вытекера против Адесани, где Вытекер не использовал борьбу, не пытался клинчеваться и так далее, поединок был очень конкурентный. И первый номер работы Вытекер, да, он бросался и так далее, но, в принципе, не так много ударов пропускал, свои удары доносил, и, возможно, ему получится повторить, хотя бы повторить перформанс здесь, то, что он показал в первом раунде, а, возможно, даже показать нечто большее и лучшее. И с большой долей вероятности коэффициент на Адесани, который сейчас идет за 1,35, даже по ходу первого раунда подымется. И то есть то, что ты хочешь забирать сейчас, в лайве вырастет по кэффу с очень большой вероятностью. И какой смысл, соответственно, ставить сейчас, если можно будет попытаться в лайве поймать момент, рискнуть даже меньшей суммой, чем сейчас за 1,35. Ну, то есть, условно, ты, допустим, хочешь поставить за 1,35 там 10 косарей, чтобы получить там 3,500, да, а почему бы, допустим, не подождать в лайве, не дождаться, когда коэффициент на него, допустим, поднимется до 1,7, а это вообще не исключено, и рискнуть меньшей суммой, в два раза причем меньше, допустим, кинуть пятак, и на выходе получить, например, те же самые 3,500, но при этом ты не рискуешь десятки. Ну, я просто на пальцах совсем по-простому объясняю, чтобы всем было понятно. Так, директор Валоранта с Орловским интересно, 1,3 на Десанию, это подарок от буков. Ну, вот, просто видите, я бы не уделял так сильно внимания подобным комментариям, если бы я это не видел, не то чтобы в очень большом количестве, но все-таки вот здесь раз в коммент, еще один чувак написал, кто-то не написал, но так думает, где-то в чате промелькнуло, где-то там личку кто-то поинтересовался из клиентов. Я вижу, что такое настроение в массах есть, и оно неправильно. Конкретно в этом поединке я не вижу смысла забирать Десанию при матчах за 1,3. Вот. Потому что банально он победит, но в лайве его можно будет забрать под больший коэффициент. И даже вчера в голосовом сообщении в Телеграме я проводил аналогию с поединком Хермансона и Стрикланда. Не потому, что это суперпоказательный бой, одна весовая категория, тоже мейн-ивент. А просто банально это вот было буквально вчера, и людям не нужно будет сильно напрягать мозг или идти пересматривать поединок, потому что вот вы это видели. И Стриклан, будучи фаворитом крупным при матче, ведя бой, на самом деле, неплохо, и забирая раунды, в определенный момент все равно в лайве оставался за 1,6, за 1,7, потому что, ну, некоторые действия были спорными, недостаточно активными, и это приводило к росту на него коэффициента. Где-то, возможно, байт от бука был небольшой, такой тоже бывает. Ну, знаете, как это бывает в лайве специально? Иногда букмекер манипулирует коэффициентами, двигая его не потому, что что-то произошло, а просто тем самым привлекая внимание игрока. Типа, а, кэф падает, надо срочно забирать, пока там пиздец не упал. Там, да, допустим, на Хермансону почему-то падает коэффициент, сейчас что-то произойдет, надо брать, надо брать. Ну, это больше работает там где-нибудь в футболе, в теннисе и так далее. Вот. Но в ММА тоже, если честно, некоторые действия в лайве, мы активно, когда с пацанами лайвим, обсуждаем, но некоторые изменения в коэффициентах ничем иным, кроме как байт от бука, объяснить нельзя, потому что логически никаких предпосылок к этим движениям не было вообще. Но они почему-то происходят. Ну, это просто, как говорится, на лоха. Байт на лоха. Вот и все. Вот Игорь Валерьевич написал комментарий. Кто еще не смотрел, могу помочь сэкономить 30 минут. ТБ или ТМ? Наверное, ТБ бой будет более осторожный, подзатянется, а Десаня стал более расчетливый. Хотя Уитакир много урона принимал в своих боях, поэтому скорее ТМ. В любом случае, довешил КХЗ. Ну, человек или просто потроллил, или написал реально то, как он меня услышал. Я как бы не могу сказать, кто здесь больше виноват. То ли то, что он слушает, хуй пойми как, то ли я действительно не очень разумно объяснил свой ход мыслей. В любом случае, я здесь вижу ТМ. Но мне нужно объяснить ребятам, почему с позиции Бука он выставляет здесь шансы 50 на 50. То есть, у нас для точки отсчета, да, площадка для толчка, есть первый поединок Адесани против Витакера, который закончился досрочно. И когда бойцы сходятся еще раз, высокая вероятность того, что примерный сценарий повторится. Так почему так много на ТБ? А так много на ТБ, потому что последние поединки, часто, ну, следующие поединки Узряля Адесани и Роберта Витакера доходили до решения. И букмекер, ну, математически высчитывая шансы, не может игнорировать результаты последних выступлений бойцов. Но при этом он не может так глубоко копнуть, человеческий фактор все равно есть, аналитический просчет, там, учет нюансов со стороны букмекера, но все равно, как бы, да, он не может сильно игнорировать то, что бои реально доходили до решения. Но то, что стилистически были совершенно другие ребята и какие-то нюансы и прочее, это тоже все упускается. Плюс есть фанатский прогруз, так называемый. Ведь реально, если посмотреть по некоторым западным БК, они открывали линию на ТМ, то бишь, на неполный бой, допустим, за 1.68. А сейчас на этот исход принимают ставки по коэффициенту 1.9, 1.2, потому что люди побежали грузить на ТБ. Громкие поединки, они привлекают больше внимания, чем и какие-то рядовые, там, да, неинтересные рейтинговые противостояния. И зачастую, как я объяснял, играть можно по двум стратегиям. Первая стратегия, когда ты не согласен с мнением букмекера, то есть букмекер посчитал, какие-то котировки выставил, а ты считаешь, что он ошибся, он неправильно посчитал, и шансы другие. И то есть, ты, не согласившись с умением, выбираешь коэффициент валуйный выгодный. А второй вариант игры, это когда ты согласен, допустим, изначально с букмком, а здесь примерно с букмком я согласен, 1.6, 1.7, это максимум, сколько можно было давать на неполный бой в этом противостоянии. Но есть фанатский прогруз, который идет в оборот, то есть они грузят наоборот, считая, что там валуй. А ты, как типа супер-мега-неебаться-пизды-колпак-аналитик, уже пытаешься использовать прогруз толпы и играть против нее. И вот в данном случае я и предлагаю сыграть против толпы, которая кидает на ТБ. То есть, не на верное ТБ, а предпосылки к ТБ есть, исходя из их последних противостояний. И реально, реально, действительно, бой, скорее всего, пройдет чуть дольше, чем их прошлое противостояние, потому что и у Уитакера, у Уитакера чуть-чуть изменился стиль, как бы, да, он больше стал подключать борьбу в своих последних противостояниях. И при этом он наверняка не будет так сильно кидаться. Но то, что он уступает по скорости и по антропометрии от Десани, от этого избавиться он не сможет. То, что он пропускает по ебалу в своих боях, даже против гораздо более короткорутких ребят в последних противостояниях, это тоже факт. И то есть, здесь изменение стиля подхода геймплана Уитакера может продлить бой, но вряд ли изменит его концовку. То есть, и там, и там. Там был ТМ и здесь, скорее всего, будет ТМ. То есть, вот такая логика, а не то, что написал Игорь Валерьевич. Надеюсь, сейчас более-менее доступно объяснил. Ну, а вешалку здесь прежде всего следует подождать, потому что коэффициент на ТМ, то бишь, на неполный бой должен вырасти. Да и в любом случае всегда нужно ждать процедуры официального взвешивания, чтобы окончательно убедиться, кто в какой форме находится. Это мое, скажем так, золотое правило, которое придерживаю с 99% случаев. Надеюсь, в принципе, посмотрел и послушал подкаст. Внатан 81 пишет. А как ставка Адесани досрочно 2.55? Ну, роспись, это, конечно, прикольно, да, и можно какие-то там варианты такие искать и так далее, чтобы увеличить, скажем так, свой выигрыш потенциальный и прочее. Но тут, в общем-то, просто банальный пример. Бой Нгану против Гана, вот тут даже в рекомендациях всплывает подкаст. Я ставил там на ТБ, а мне ребята в комментариях пишут. А почему тогда не победа Гана решением? Ведь у Францисса Нгану нет никаких шансов победить решением. Он если сможет, то только досрочно. Поэтому, типа, в хую дыра лучше просто Гана забирать решением. В итоге Нгану раз в 100 лет побеждает десиженом. И такое бывает. То есть, попытка, погоня, скажем так, за выгодой, зачастую может привести к хуйне. И здесь, несмотря на все эти выкладки и прочее, мы же понимаем, что есть нюансы в виде травмы, сечки, лаки панча, да банально там обосранный выйдет Адесани с диареей и так далее, умрет после второго раунда. Мы же тоже в это исключать не можем. И досрочную победу Витекера я тоже не исключаю, хотя она пиздец, как маловероятно. И мне коэффициента, который предлагается на неполный бой, достаточно. И я не пытаюсь здесь гнаться за дополнительную прибылью и ставить на Адесанию досрочно за 2,55. Деревенский делник пишет «Приветствую, Михаил, расшифруйте, пожалуйста, дилетантам, что такое ТБ-ТМ». Ну, ТБ это тотал больше, ТМ это тотал меньше. То бишь, ТБ это значит ТБ сколько-то, то есть, всегда идет приставка цифра, например, там, да, ТБ полтора, ТБ два с половиной, и полтора, в данном случае это полтора раунда, два с половиной раунда ТМ, полтора ТМ, два с половиной ТМ 0,5. Но, когда я, например, говорю ТБ-ТМ, то либо я дополняю какая-то цифра, а если просто говорю ТБ-ТМ, то ставка на ТБ это ставка на полный бой, ТМ это ставка на неполный бой. В данном случае здесь я в подкасте в этом и прошлом агитирую ставить на то, что бой не дойдет решения. Павел Трифилов пишет «Доброго времени суток, Михаил, вы упомянули наличие эпох, подскажите, чья эпоха далее наиболее вероятна и выступает ли вообще сейчас этот боец UFC?» с учетом того, что как бы отходят ребятки там, да, разные и прочие, ну, возможно, продлится эпоха Джонса, которая встала на паузу, если он реально поднимется в тяжелый вес и выиграет, станет чемпионом, ну, можно будет вокруг него что-то раскручивать. В целом, сейчас как бы все говорит о том, что идет а-ля эпоха как бы Адессани, то есть он наиболее медийный и так далее. Но, опять же, если сравнивать всех этих ребят с Конором, то понятное дело, что они все в хую дыра, как бы, и Конор всем там за щеку насовал, он абсолютно находится на другом уровне. Вот. И в целом, опять-таки, ранее любили ребята там в UFC, маркетологи, вкладываться в раскрутку одного бойца, величайшего и так далее. В принципе, они от этого далеко отходят, ну, отходят, и ближе там к бою того или иного спортсмена, они начинают больше над ним хайп накручивать. И сейчас, как бы, вот этой вот эпохи, как таковой, ну, ничей по сути нет. Есть более или менее равнозрачные Адесани, там, Усман тот же самый, да, Джонс условный может вернуться, там, Мганут выступает редковатый, бои не дают, потому что он выебывается, но об этом чуть позже тоже, да, вот. Так что, скорее всего, такая эпоха Адесани-Усмана, но Усман, как мне кажется, достаточно скоро завершит карьеру, есть такие предпосылки, а вот Адесани еще лет пяток подраться может. Если Адесани начнет побеждать досрочно опять, то можно будет, скажем так, сконцентрироваться внимание на нем, но пока, да, пожалуй, ничья эпоха. Михаил, отличный разбор, но больше хотелось бы услышать про бой Брансона. Я учту, учту обязательно. Не вижу шансов Уитекера, хотя я болею за него насчет тоталов, но мне так все опасно. Любая ставка это риск, ребята. То есть, даже когда ко мне обращаются, например, после череды каких-то плюсов, удачных заходов и прочего, клиенты хотят купить деньги, там, ну, по подкасту и говорят, все, скидывай реквизит, я тебе сейчас бабки переведу. Я им все равно всегда объясняю все нюансы и обязательно уточняю, что любая ставка, ну, вообще ставки это риск. И как угодно можно анализировать, но въебаться можно в любом случае, потому что просто звезды на небе так сошлись и всегда нужно это понимать. Любая ставка риск, на фаворита за 1,3, и на андердога, и на тотал, на любой. Просто какие-то ставки обоснованы хоть чем-то, какой-то логикой, какими-то аргументами. Какие-то просто я ебать топлю, я ебать поставлю. И буду игнорировать нахуй все. Вот Цитича Цитича пишет, Витакер последние бои никакой ущерб не получал. Ну, в бою с Тилом, пожалуй, да, скажем так. Вообще, на самом деле, я пересмотрел еще раз некоторые бои Витакера, у меня есть в голове более-менее стройная картина, но чтобы вот хронологию восстановить, я реально сел и пересмотрел нюансы боей. Так вот, Витакер после поражения от Израиля Десани в 2019 году следующий бой провел в 20-м против Тила. Причем он изначально должен был драться там против Канонира, получается, да? Нет, нет, он выбыл, выбыл против боя, Витакер выбыл против боя с Канониром на поединке 248, и его выставили против Дарена Тила в мейн-эвенте 5-раундовом. И в том поединке Витакер реально смотрелся неплохо. В плане, на всей дистанции 5-раундов был достаточно активен, двигался, ручки держал на уровне и так далее, особо сильно не дышал, то есть, но при этом стоит отметить, что поединок был очень-очень-очень выверенный с обеих сторон. Было не так много ударов, было не так много опасных моментов и так далее. И в целом Витакер смотрелся, еще раз говорю, там неплохо. А вот далее, следующий бой против Джареда Канонира, Витакер неплохо провел первый раунд, но при этом Канонир смотрелся нормально. Во втором раунде Витакер тоже более-менее вел бой, потряс Джареда Канонира и полетел его добивать и вот на этом добивании по сути оставил, блядь, весь свой бензобак. В третьем раунде Витакер смотрелся откровенно, как говно. Да, на фоне Джареда Канонира неплохо, но выглядел как говно, избегая боя, избегая всей конфронтации, отплясывая на задней передаче и на фоне, собственно, этой же усталости и пропустил тот джеб, который его потряс и спасался он в последующих добиваниях в клинчах и попытках бороться и ебало у него выглядела побитая. А в пятираундном поединке с Келвином Гестилом он выглядел еще хуже. То есть даже комментаторы начиная с третьего раунда отмечали, что Гестилом выглядит свежее, чем Витакер. Он в первом же раунде там про... у него тут, грубо говоря, покраснение на голове было, он пропускал правый. Гестилом ему разбил нос, у него его так уж шнобель опухший был. То есть поебало он выхватывал. Джаред Канонирова его потрясал, Келвин Гестилом нанес ему достаточно много ущерба. И на самом деле если провести вот такую черту, начиная от боя с Тилом, заканчивая боем с Гестилом, то наблюдается некая просадка по кардио, я вам так хочу сказать. С чем это связано? С общим там здоровьем его, с общим регрессом каким-то, да? Или это был какой-то разовый заплет? Я не знаю. Но в поединке с Дарреном Тилом, где он был в очень энергосберегающем режиме, потому что Тил там сам по большому счету стоял, в Итокер смотрелся неплохо. Там, где ему нужно было поработать чуть-чуть, да, там уже начались проблемы. И вот с Эсреэлем Адесани ему придется работать. И я уж очень сильно переживаю, что раунды после второго, а уж тем более после третьего, он сдохнет. И если он Гестилом в ебучку пропускал, то от Адесани уж тем более будет пропускать. А говорить о том, что никакого урона не получил, ну я просто порекомендую пойти и пересмотреть его противостояние последние три. Михаил, а как так получилось, что Блохович смог сконтрить тейки крепкого борцухи Кори Андерсона в их втором бою? Ну для Сидна дал себя перевести Гловеру, который вообще не борец и к тому же Андерсону сухую проигрывал. Во-первых, у Гловера есть борьба. Опять же, нужно понимать, что есть условно борцовская схватка, а есть бой ММА. И Гловер Тишейра перед тем, как перевести Блоховича, поебал ему крепко дал, так это назовем. И ты любому человеку, который лучше тебя по борьбе, если дашь заебись в ебало и тем самым потрясешь его, то ты потом и перевести его с большой долей вероятности сможешь. А вот если говорить про сам грэплинг-джитсу, если Гловер, скажем так, оказался в доминирующей позиции, то там, по большому счету, скорее всего, любому бойцу в полудежелом весе пизда. Как бы, я в подкасте еще до боя с Блоховичем, насколько, ну я напомню, что притапливал тогда за Гловера и в целом объяснял свою логику и одна из фраз была следующая. Многие бойцы, там, суперджитсеры, борцы и так далее, оказавшись под Гловером на земле, вдруг превращаются в говно, там, просто, блядь, в обоссанных каких-то, ну, в никаких, короче, бойцов, просто превращаются в кусок говна. И так оно, собственно, и получилось. Но прежде всего, перед тем, как перевести и финишер в партере, Гловер Тишера потряс, потряс Блоховича. Вот и весь секрет успеха. По поводу причины разногласен Ганну и UFC, речь не о переходе в другой промоушен, а о том, что Фрэнсис хочет, чтобы Данн разрешил ему боксерский бой с Тайсоном Фьюри, на котором он единоразово срубит нехило бабла. Для примера можно посмотреть примерный гонорар Коннора за бой с Мэйвейзером, гораздо больше, чем за любой бой в UFC, даже с Джонсом. Артем, Артем, давайте отметим одну такую вещь, что, во-первых, Коннор это Коннор. И для примера можно посмотреть это хуйня. Как бы Фрэнсис с Нганну далеко, даже близко не заработает столько, сколько заработал Коннор. Потому что Коннор была величина супер-мега-крутая. Банально можно посмотреть на медиатуры, которые они устраивали по всему миру. Какие толпы собирались и за кого они там топили. В Канаде, в Британии и так далее. Да даже в США, ебать. А боссаный Мэйвейзер там ходил. Во-вторых, Нганну заработает сильно меньше даже в процентном снотрашении, чем Коннор Бои с Мэйвейзером. Ему реально дадут хуйню. Максимум может рассчитывать на пару миллионов, но в пределах пяти. И для тех, кто как бы в вакууме живет, я тоже поясню, что как бы бойцы UFC зарабатывают больше, чем то, что указано в фиксированных гонорарах в отчетах у атлетических комиссий. Там у кого-то проценты по Эпервью, у кого-то увеличенная фикса, кто как выбирает. Ну и в-третьих, как бы Коннор Макгрегор свой бой с Мэйвейзером отдельный типа свой а-ля там промоутерский как-то там какую-то хуйню промоутерскую, Коннор там тра-та-та, вот Макгрегор чего-то там. И это все было в кооперации с UFC. То есть UFC свою долю получили. В данном случае я, конечно, внутренний актер не знаю, но Нгану, скорее всего, хочет самостоятельно выступать стороной в этом поединке, именно бизнес стороной. Естественно, UFC его не отпустит. Нахуя им это надо? А вот если Нгану и его тренерский штаб-менеджмент соответственно пойдет по пути Коннора Макгрегора, где они, в общем-то, будут совместно все это дело устраивать и, естественно, делить прибыль, то я думаю, что UFC пойдет навстречу. Им это выгодно, им это интересно. Вот и вся история. А по поводу того, что он там больше заработает, не больше заработает, ну, наверняка больше, чем, да, действительно один бой в UFC. Но в тех подкастах, где я там рассказываю про зарплаты бойцов и прочее, я отмечал, что просто и вот Энтони Джонсон недавно кукарекнул там на бафера, эти ребята, они изначально получают хайп, медийность и прочее именно в UFC, а потом начинают рассказывать, что я могу заработать там больше, я могу заработать там больше, и в UFC нихуя не платят. И типа он там Энтони Джонсон рассказывал, вот я допустим там, ты хуйню несешь, я вот подписав контракт не с UFC, получил типа значительно больше. Так у меня просто вопрос к людям, а на хуй вы в UFC претесь? То есть они же не могут там подняться до этого уровня, выступая в других промоушенах. Там такого медийного как бы интереса они не вызывают. И действительно, уйдя из UFC, они максимум там проведут один-два боя, а дальше к ним как бы интерес падает, потому что на дистанции платить такие бабки никто им не готов. Как разве привлечение внимания? Да. Как бы платить такие бабки нет на постоянной основе. Как правило уходят уже ветераны, которые в принципе не готовы выступать еще долго. А если уходят более или менее бойцы готовы выступать еще годами, им банально не могут нужную, скажем так, нагрузку устроить. Тот же самый Рори Макдональд, когда перешел в Беллатор, он же радовался, что типа вот я могу рекламировать своих спонсоров и так далее. Но он тогда на тот момент был бойцом такой величины, что далеко не каждый турнир Беллатора мог соответственно быть для него местом достаточно интересным, громким, чтобы его туда включили и тем самым получили медийный интерес нужный. То есть они могли физически ему устроить там условно один максимум два боя в год. И он потом впоследствии сам же об этом говорил, что блядь, Беллатори мне не нравится, что мне не могут они дать бои. В UFC ему могли условно каждый устраивать поединки каждые два-три месяца, потому что регулярно проходят номерные турниры, крупные ивенты, куда его можно наткнуть, в мейнкар, в мейн-ивент и так далее. И он реально получает нужное количество бабла, он получает нужное количество медийки, UFC соответственно от этого выигрывает, а Беллатори не может, потому что организация совершенно другого уровня. Как бы вот эти все моменты нужно понимать. Поэтому вот как-то так. Правильный смысл говорит спасибо. Пожалуйста. Камелоту. Думаю, не стоит много вкладывать в этот бой. Я поставлю один процент на Роба, но по сути только у него и 115 есть шанс победить изи. Если Роб проиграет, то ДСА недолго еще не будет нормального соперника. Абсолютно согласен, вот, но опять же, вот, твое возможное решение правильное. Взять в виде один процент поставить и в случае чего немного потерять. Но я вот специально таким турниром записываю раз подкаст, потом какие-то пояснения, дополнения, потому что реально крупные ивенты, чемпионские поединки, они привлекают большое количество внимания, большое количество людей, которые возможно сами ставят раз в пятилетку. И это иногда ведет к очень серьезным ошибкам. То есть люди глубоко не погруженные начинают кидать туда-сюда, в итоге остаются, скажем так, с нулями, ни с чем. И реально, есть такие ребята, у меня, которые, допустим, вот их просто нет, они каким-то своим делом занимаются, потом перед каким-то крупным ивентом всплывают. Типа, о, Мишаня, на что поставить, как считаешь, как думаешь. А я вот посмотрел хайлайты, вот надо ебануть сюда. Я им говорю, нет, дружок, тут не все так просто. И начинаем как бы разбираться. Они или некоторые клиенты, например, играют флетом, то есть, да, равномерно распределяют, ставят, и все равно у них есть желание внутреннее, вот ебану-ка я там нахуй, не знаю, не пятак, а 50, блядь, или сотку, Мишань, а на что можно сотку ебануть, подскажи. Так делать не надо. Вот, и поэтому я специально это все вот так вот разжевываю. Разжевываю не в плане ты тупой не понимаешь, а свое отношение, мнение, аргумент дополнительно раскрываю, чтобы как бы, да, возможно, какие-то моменты, которые я недостаточно хорошо выразил, реально были понятны. Потому что иногда я действительно сам себя переслушиваю, блядь, Мишань, что ты не... Что ты хотел, блядь, этим сказать? То есть, да, если тебя будет слушать такой же Мишаня, он поймет, но блядь, далеко не все, как бы, да, некоторые нюансы воспринимают как должное. Хороший разбор, много пищи для ума в контексте ставок. Спасибо, Михаил. Ребят, вам спасибо за просмотр, вам спасибо за реакцию, за лайки, за подписки, за то, что адекватные ребята залетают в чат, общаются и так далее, и так далее, и так далее. Дело не в этом. То есть, изначально я сплит создавал, еще раз говорю, как место, где есть определенные правила для общения. И, как бы, то, что вы приходите, смотрите, наблюдаете, общаетесь, пишите, говорит о том, что все-таки адекватные ребята в ММА-комьюнити есть. То есть, те, которые хотят слушать аргументы, те, которые хотят свои аргументы высказывать, которые согласны, не согласны, но готовы обсуждать открытых диалогу, и которые при первом каком-то там, да, словесном конфликте не опускаются до оскорблений родных, близких, там, да, не опускаются в какой-то банальный троллинг, уебищный, там, времен Best of M&A, там, не знаю, 2007 года, на который действительно готовы поддержать хорошую, интересную беседу. Вот. Поэтому, как-то так. Напоминаю, что в описании под видео всегда есть ссылочки, здесь на Donation Alerts, здесь на канал в Телеграме, чат в Телеграме, где тусуется вся адекватная активная аудитория, ну, и контакт с Инстаграмом. Опять же, я рекомендую, если вы не хотите нигде ни на что быть подписанным, уже, если вам это не интересно, есть вкладка сообщества на YouTube. Сюда я дополнительно публикую анонсы, какие-то конкретные ставки, прогнозы и так далее. То есть, то, что в видео формате не заходит, ну, в плане, я вот до взвешивания, например, сказал, я буду делать вот так, вот так, вот так, или после взвешивания записал видео, вот такой-то у меня прогноз в итоге. И дополнительно это подкрепляю вот ставкой, соответственно, скрином, чтобы вы конкретно видели, что я забрал, по какому коэффициенту и где. А на этом я с вами прощаюсь и может быть, если на это будет нужда, там будут еще вопросы и так далее, я запишу еще один подкаст к этому турниру. Ну, опять же, один точно будет после процедуры официального взвешивания, но возможно, какой-то будет еще один промежуточный. А на этом пока все. Всем хорошего дня!